Привет! Не прошло и сто лет, сегодня расскажу про прочитанное за всё то время, что меня не было на канале. Сам на сегодня Унка, он мне будет помогать рассказывать про самые классные книжки, а если книжки не очень классные, то тоже будет помогать рассказывать. Достаточно много книжек нам сегодня предстоит обсудить, более того, у меня есть ещё аудиокниги, про них тоже бы хотелось поговорить. Я буду достаточно коротка, потому что многие из этих книг прочитала ну очень давно и воспоминания остались достаточно поверхностные, но я надеюсь, что своим мнением помогу вам как-то подобраться к какой-то книге или наоборот держаться от какой-то книги подальше. И вообще хотелось бы, как обычно, обсудить с вами книжки, которые вы читали тоже, узнать ваше мнение, где мы сходимся, где мы не сходимся, это всегда очень интересно. Начнём с чего же, с какой кучки мне начать? Эмоциональные триггеры, как понять, что вас огорчает, злит, пугает и обратить реакцию в ресурс Дэвида Ричо. Эта книжка очень маленькая, она посвящена тому, что вызывает у нас какие-то эмоции, яркие эмоции и как вообще понять, что делать, как вообще справляться с эмоциями, которые вас иногда накрывают у меня и вас и всех на свете. И для меня очень важной мыслью отсюда было то, что большинство людей следует из события, следует реакция. А на самом деле в идеальном, скажем так, случае должно быть так, что ситуация, реакция, ресурс. То есть нужно понять, что мы можем, какой урок можем вынести или как мы можем научиться реагировать на определенные ситуации, особенно если они случаются часто, если там при общении с каким-то конкретным человеком и так далее. Мне кажется, что материал из этой книги мог бы поместиться в одну статью. И в принципе этого было бы достаточно. Следующая книжка, которая совсем-совсем недавно закончила, Алекс Хилл «Передружба. Нет. Отношения». Я ее и купила совсем недавно, поэтому еще нигде не показывала. И, к сожалению, с автором мы совсем не сошлись, и книжка совсем не для меня. Но она для тех, если вот прям по возрасту пойти, то это, наверное, 13 лет и старше. Тут, если вы родители собираетесь купить эту книгу ребенку, то тут мальчик курит, тут упоминается, ну, как бы намеки очень толстые и жирные на алкоголь, типа «давай выпьем». Вот такая фраза звучит. Не написано что или как или где, но вот эти вещи тут есть. Ничего более тут нет к рейтингу книжки 16+, потому что по закону там, где уже любовная линия и чуть больше, чем что-то очень совсем, там, не знаю, какой-то милый взгляд, это уже 16 плюс считается. С другой стороны, здесь очень интересный тип сюжета, который писатели редко используют, из-за этого большой, огромный, жирный плюс автору. Это называется по-английски he said, she said. Это когда книжка полностью вращается вокруг, скажем так, диалога между двумя главными героями. На этом фоне очень не хватило какой-нибудь параллельно развивающейся линии взаимоотношений. И еще с кем-то здесь были у главной героини еще проблемы в отношениях с лучшей подругой. И вот еще бы таких вещей побольше, и книжка была бы пообъемнее, понасыщеннее событиями и понасыщеннее во всем остальном. Мне очень не хватило здесь экспозиции. Ее прям серьезно не хватало. Ее отсутствие повлияло на впечатление о книге. Потому что когда мы начинаем знакомиться с главными героями, то сразу принимаем как данность, как факт, что вот, это лучшая подруга главной героини, это лучший друг главной героини. Как, почему, как они проводят время вместе, почему эти лучшая подруга и друг до этого времени как будто вообще не общались. То есть очень много вопросов, на которых нет ответов. И ты из-за этого не веришь ни в эту дружбу, ни потом в эти отношения. И вот не хватило какого-то бэкграунда персонажей и самой истории. Окей, они дружат, прикольно. В чем проявляют? Куда они ходят? Что они делают? Какие у них общие воспоминания? Ничего практически этого здесь не было, если было в очень малой дозе. На этом фоне очень хочется вспомнить Анну Джейн. Любовь, ненависть, ненависть, любовь. Вот это то, как я представляю, что вот такого типа история должна быть написана, я имею в виду сейчас не про сценарий, о котором я говорила. Я имею в виду сейчас именно вот этот бэкграунд, как он должен быть описан. И там совершенно по-другому складывается у читателя впечатление от героев и привязывается к герою читателя тоже совсем по-другому. Поэтому эта книжка хороша будет как вступление в такого рода литературу. Именно поэтому я говорила про 13 лет. Если бы я была родителем и у меня была бы дочь, например, то я думаю, что в 13 лет я бы разрешила ей даже в 12, наверное, читать эту книжку. Когда мы начинаем... Когда начинается повествование, главной героине, по-моему, еще даже нет 15. То есть она совсем-совсем юная и вот здесь описывается целых 2 года. То есть вы понимаете, что каких-то деталей и подробностей здесь не будет. В повествовании больше пером, мазками, вот так расписанная история. Это оно имеет место быть и это круто, как я уже говорила, что такого типа сюжета встречаются очень редко. Но я когда дочитала книжку, я продолжение из корзины у себя выложила, к сожалению. Либо потому, что я сильно переросла такого рода истории. Это как, знаете, как «Сестры воробеи», как вот раньше были, по-моему, у Росмена еще книжки, где... Или у Ксмо, такие яркие коллажи с девочками, там, лучший сборник рассказов о любви для девочек. Вот это прямо оттуда. Оно здесь притворяется немножко старшим, немножко для старшей аудитории, чем оно есть на самом деле. Поэтому очень важно понимать, что оно не для меня, но из того, что я рассказала выше, вполне может быть для вас. Я доберусь до книжек, которые мне прям очень понравились, но что-то у меня сейчас подряд идут какие-то немножко разочарования. Элискова «Пробуждение воздуха». Это очень красивая книжка здесь, металлическая пленка сверху. Это прекрасно выглядит. Очень детское содержание. Вот я в средней школе любила, обожала читать «Миддлгрейд». «Миддлгрейд» — это было все мое все. Я скупала его еженедельно на карманные деньги. И вот это, как некое вступление и знакомство с «Янгэдалдфэнтэзи» возможно. Это с одной стороны. С другой стороны, здесь были какие-то моментики, которые для более старшей аудитории. И ощущение, что у автора просто еще перо не расписалось. И ей необходимо больше времени посвятить вообще изучению вопроса того, как строятся сюжеты и так далее. Очень просто написанные предложения, максимально простой, как две копейки сюжет. Я не знаю, кому порекомендовать на самом деле эту книжку. Есть люди, которым я смотрела рецензии, которым она прям очень зашла и очень понравилась. И тут надо очень аккуратно к ней подбираться, обязательно прочитать какой-нибудь ознакомительный фрагмент, понять, что по стилю это ваше. Я не могла отделаться, главная героиня зовут Вала. Я не могла отделаться от мысли, что она Валли. И любовная линия, которая абсолютно никак не трогает. И сюжет, который... Ты понимаешь, что эта книга открывает серию, и там потом наверняка что-то интересное произойдет. Но сейчас это пролог. Зачем пролог впихивать в отдельную книжку? В общем, у меня здесь много вопросов, опять же, мало ответов. Очень красиво, но хорошо, что я купила одну часть из серии. Что мне очень понравилось? «Дети крови и костей», «Томиадееми». Ну, я даже правильно сказала. Эта книжка очень незаслуженно обделена вниманием на нашем рынке. Это очень популярный фэнтези «Янгэдаут» за рубежом. История с африканским колоритом, и, видимо, именно этим она отпугивает нашего читателя. Но на самом деле, когда читаешь, это бросается в глаза только, наверное, первые несколько глав, когда автор постоянно отмечает цвет кожи каждого персонажа. Вот у этого коричневого, у этого шоколадного, у этого там с таким-то отливом, у этого как дерево, у этого... Тут сравнение было немерено, и они временами даже казались, ну, слишком лишними. Ты понимаешь, в каком мире ты находишься, и достаточно было всего несколько раз указать на это. Ну, окей. Дальше я не очень согласна с тем, что автор считает, что его история — это... Залезай! Залезай, котёнок! Залезай, залезай! Он сам не залезает, только с приглашением. Автор считает, что его история — это отображение современной действительности и действительности расизма в Штатах. Я не живу в Штатах. Начну с этого. Как-то... Я не расист, но... Я не живу в Штатах, но... У меня нет ощущения, что это похоже на реальность и действительность. Это слишком сложная... Сложная в плохом смысле метафора, чтобы сказать, что да, действительно, это отображение, и давайте вот прочитаем вот это и будем по-другому относиться к тому, что происходит сегодня на улицах Америки. Оно у меня, по крайней мере, так не сработало. Вдохновился автор? Ну, как бы, окей. У меня, как всегда, пишут с работы. Мне не помогает, что я в отпуске. Правда, последний день. Это очень увлекательная книжка. Кажется, что она не очень толстая. На самом деле здесь порядка 600 страниц, и здесь очень много действия. Туда повернешь, там, налево пойдешь. Одно приключение направо пойдешь, другое приключение. Здесь прикольная в каком-то смысле любовная линия. Я объясню, почему в каком-то смысле. Потому что, с одной стороны, это всеми любимые от ненависти до любви, когда герои действительно друг друга по-настоящему и сильно не любят, и, я бы даже сказала, ненавидят. Потому что главный герой, его отец, фактически имеет отношение к убийству матери главной героини. А для главного героя героиня является ворогиней. Потому что она является носителем магии. У нее белые волосы. Так определяют людей, у которых крови течет магия. Магии нет, ее нужно вернуть. Это такой вот классический, я бы сказала, подростковый сюжет, который завлекает, не отпускает. Но, с другой стороны, про любовную линию я бы хотела добавить, что слишком быстро для меня произошел переход с одного на другое. Сама сцена, где это произошло, была достаточно интересной, но не верилась. Я параллельно читала книжку по работе, и там были отношения настолько здоровые и прекрасные, что, вот, читая эти две книжки рядом, я думала, о боже, о боже, к чему нас приучили в литературе. Поэтому я бы сказала, что она стоит внимания, но, как и любой, Ян Гэдалт имеет свои недостатки. Далее, Крещенто, Бекки Фитцпатрик. Я продолжаю знакомиться с этой серией. Я плохо помню, что здесь происходило. Я помню, что я все равно в голове проводила очень много параллелей с сумерками. Вторая часть показалась мне менее интересной, чем первая. Здесь не было как будто какого-то перца, за который можно было бы зацепиться, чтобы перелистывать страницы дальше. Но, с другой стороны, это классическое фэнтези десятых годов, городское фэнтези, где книга абсолютно точно вдохновлена сумерками, написана для фанатов сумерек, и чтобы наживиться на фанатах сумерек. Я буду продолжать читать, но, конечно, эта часть, на мой взгляд, была проходная. Еще одна вторая часть, еще одной серии. Я двигаюсь потихоньку, но двигаюсь. Штурм и Буря Лебардуга. Это продолжение «Тени и кости». Я много слышала о том, что эта часть действительно проходная, как я уже говорила про предыдущую книжку, но мне так не показалось. Здесь был введен очень интересный персонаж, за которым было невероятно любопытно следить, и он настолько классно двигал вперед сюжет, что сюжет как таковой особенно не требовался. Да, главная героиня, обычный для своего мира подросток, которому приходится спасать мир, и это может кого-то раздражать. Но это классический троп. Это классика в подростковой литературе. Избранный. Таких книжек очень много. Вы их можете назвать сходу наверняка, они меньше штук десяти. И если хочется почитать про это, то нужно читать «Тени и кости», соответственно, потом «Штурм и бурю». А если такого типа сюжеты надоели, если этот троп надоел, то просто книжка-серия не для вас. Моя прелесть. Я дочитала ее совсем недавно. Санцпаломчи, Стефанни Майер. Скажу вам так, это было... Это было несложно, но и непросто, если вы понимаете, о чем я. Потому что непросто было в плане того, чтобы таскать эту книженцу, это кирпичелище весом, наверное, под килограмм, было невероятно тяжело. Было очень интересно узнать Эдварда с другой стороны. Были моменты, которые не были понятны или были упущены в основной серии, и которые раскрываются только здесь. Как мы видим, Эдвард рассказывает о себе гораздо больше, чем у Белла. У Белла действительно книжка поменьше, как и мысли, видимо, в голове. Было интересно узнать, что Эдвард не очень хорошо читает мысли ее отца и очень хорошо читает мысли ее матери. Для него мысли ее матери — это просто крик. Любопытно посмотреть на его отношения с его вампирскими родственниками, где он действительно считает Эсме своей матерью, и где он прям по-настоящему в контрах с Розалией. Этого, на мой взгляд, не очень... Это не очень было видно, когда повествование шло от лица Беллы. Там казалось, ну просто она вот такая вся из себя холодная, независимая, а отсюда ты понимаешь, что он ее действительно ненавидит. Эдвард такой большой зануда. Это видно по объему. Он большой зануда, он как слышит чью-то мысль, начинается размышление на 10 страниц. Идет какой-то диалог, это диалог. На 50 страниц идет какая-то сцена, и ты понимаешь, что тут каждое движение руки расписано. Тут не то, чтобы много чего происходит. Здесь просто мысли у Эдварда в голове очень много. И ты понимаешь, что ему действительно 100 с лишним лет, но в то же время ему действительно 17. И из этой книжки-то очень хорошо считывалось. Вот этот занудный немножечко слог в хорошем здесь смысле. Здесь прям персонаж хорошо отображается и через то, как книжка написана, и через то, как это все дело растянут. Но интересно знать, что когда Стефани Майер написала «Сумерки», они были, если не ошибаюсь, объемом около 30 авторских листов. То есть это примерно вот такой же объем. Здесь она просто, я так понимаю, уже разошлась и делала то, что хотела, а «Сумерки» ей агент, мягко скажем, рекомендовал подрезать. И вполне возможно, оригинальная версия «Сумерек» тоже вот такого гигантского объема, и люди не смогли бы ее осилить, если бы она была такая толстая. Почему именно Эдвард следил по ночам за Беллой? Из основной серии кажется, что... И из фильма тоже кажется, что какой-то просто криповый очень чувак, и у него обсессия с предметом обожания. На самом деле все было совершенно по-другому, и у него это все дело триггернулось после ситуации с машиной. Он просто настолько сильно обезумел от страха, что у него не было мысли типа «мм, буду смотреть, как ты спишь». У него были совершенно другие мысли. Он боялся, что она перестанет дышать во сне, что в доме случится пожар. У него реально как такого настоящего хардкорного дедка были страхи по поводу всего. Поэтому это однозначно стоило прочитать. Я не скажу, что это обязательное чтение, но для тех, кто в свое время любил «Сумерки» или сейчас любит «Сумерки», я думаю, это было бы просто очень любопытно. Еще ходят слухи по поводу того, что Стефани Майер действительно взялась за продолжение основной серии. Меган Миранда, найди меня, если сможешь. Хорошо, что я в последнее время практически не читаю аннотации, когда покупаю книжки. Я знаю, что я люблю Меган Миранду. Когда я прочитала аннотацию уже после прочтения книжки, я подумала, что никогда бы не купила книжку с такой аннотацией. Здесь что-то про инопланетян, про двух подростков. Вообще непонятно, что, зачем, куда. Содержимое. Это читается очень быстро. Двое молодых людей живут недалеко друг от друга, и у каждого в семье произошла трагедия. Мы до последнего, по-моему, прям практически до последнего, не знаем, что произошло с одним из подростков. Со вторым постепенно нам раскрывают. Неожиданный, на мой взгляд, финал. Хотя, несмотря на то, что я как любитель True Crime видео, видела видео с подобным преступлением. И здесь нет никаких инопланетян. Это важно знать. Я обожаю Меган Миранду. Я буду продолжать читать ее книжки. У меня сейчас на очереди еще одна. Я стараюсь не покупать сразу несколько книг автора или сразу несколько книг в серии, только если нет опасения, что сейчас их все раскупят. Меган Миранда однозначно мой автор, и у меня есть ощущение, что она незаслуженно непопулярна за рубежом. Ее новые книжки как-то, да, продаются и стреляют, но старые книжки моментально проседают в продажах, что очень-очень обидно. Далее. Токсичные люди. Токсичные люди, Шахиды Аарабия. У этой книжки был научный редактор. Это нонфик. И мне показалось, что его там, что он там был, но его там не было. Меня очень смутили, на мой взгляд, не самые научные вещи. Вот сейчас можно со мной, конечно, поспорить, но вот у меня такое впечатление возникло. Типа гипноза, аффирмации и так далее. Меня прям вот эти вещи вот прям чуть-чуть, вот самую чуточку напрягают, и доверие к книжке вот так вот чуточку падает. Мне кажется, что эта книжка постоянно пережевывает сама себя. Да, ты понимаешь, как опознать токсичного человека, но оно примеры и какие-то утверждения постоянно, из главы в главу, из главы в главу. Еще. Мне кажется, что автор навешивает как-то очень быстро ярлыки на людей и говорит, например, «О, это социопат, это психопат». Вы сразу поймете, да, вот когда будете на него смотреть, что он не просто токсичный, что он вот такой-то. И вот это меня тоже напрягает. Потому что обычный человек не может и не должен ставить подобные диагнозы. Да, ты понимаешь, что там человек рядом с тобой какой-то очень негативный, токсичный его можно назвать. И эта книжка в каком-то смысле здесь есть задание. В каком-то смысле учит работать с этим. С другой стороны, опять же, можно было уезжать до статьи. Ну, вот честное слово. Далее. Все вы ждали. И я пришла. Мара и морок. Ли Артон. Я говорила о том, когда показывала ее в книжных покупках, что эта книга подняла для меня один не очень приятный мне вопрос. И этот вопрос заключается в том, что если это одно из, один из самых достойных представителей отечественного Янгедалта, то страшно представить, что хуже. Я не говорю, я повторюсь то, что сказала в книжных покупках. Мне понравилась книжка. Я сейчас попытаюсь сформулировать предложение так, чтобы мне было понятно, что мне с одной стороны понравилось, а с другой стороны, ну, просто обидно за наших авторов, что они не могут ничего больше. Почему я так считаю? Когда берешь зарубежное фэнтези переводное, даже какую-то среднюю книжку, она и то будет побогаче. Она будет побогаче языком, сюжетом, там будут поинтереснее какие-то повороты, поинтереснее какие-то использованные приемы. А здесь это хорошая, крепенькая, середнячковая книжка, где я купила продолжение. Но она... Я не буду использовать слово переоценена, потому что это очень субъективное понятие, и оно говорит лишь о том, что тебе не понравилось то, что понравилось очень многим людям. Это неправильное слово по отношению к этой книжке. По отношению к этой книжке, наверное, правильнее будет сказать, что как бы хотелось, чтобы у нас было много клёвых своих авторов, таких как Лия Арден и такие лучше, чем Лия Арден. Абсолютно без какого-то там наезда на книжку или, опять же, на автора, тем более. Мне кажется, то, что произошло с этой серией, это очень классно, что вообще в принципе стали обращать внимание на наших авторов и воспринимать их как что-то равноценное. Я слышала вещи, что-то из разряда гениально, идеально. Нет, это вот вообще не туда. И я это говорю как человек, который читает Янг и Далты, молодёжную литературу, всю свою жизнь, и который прочитал сотни и сотни подобных книг. И есть много книжек лучше. Это неплохая! Вопрос не в этом. Вопрос в оценке этой книжки и корреляции её популярности, её содержания. Вот это меня волнует. Меня это просто вызывает вопросы, вызывает любопытство. Этот вопрос открытый. Я не знаю на него ответа. Я не знаю, почему у нас не могут написать что-то такое же крутое, как за рубежом. Непонятно. И я сейчас говорю про Янг и Далт. Это очень важно отметить. Янг и Далт фэнтези. Из такого чисто субъективного минуса, что, ну и всё остальное тоже всё абсолютно чисто субъективно, меня не очень устраивает, как название является спойлером. Кто читал, тот поймёт. Кто не читал, я вот не скажу больше ни слова. Название — это спойлер. Но книжка действительно написана по-западному, и если ты не знаешь, что это наш автор, можно подумать, что это вообще не наш автор. Она написана под бордуженьку в плане того, что здесь околославянский колорит. Он не очень явный и не очень обоснованный, скажем так. Ну, я имею в виду, что он не на источниках основан, скорее всего. Это моё предположение. Его здесь немного, но он создаёт определённую атмосферу, нужную атмосферу, и как герои Либардуга пьют квас в виде алкогольных напитков, здесь вот примерно то же самое творится. Не хватило описаний внешнего мира, потому что главная героиня, её оживляют спустя две сотни лет, по-моему, после её смерти. И она не особо наблюдательна в плане того, как изменился мир за это время, как изменились люди, и такое ощущение, как будто вот вчера она заснула прилечь и встала. Это вот такое чистое, ну, я бы даже сказала, что это придирка. Она книжка простая, здесь я не знаю, что стоит, интересно, 16+. Вот, наверное, лет с 13, опять же, 14, это было бы хорошее введение в более сложное фэнтези, потому что она простая. И это хорошо. Многие люди думают, что написать просто, это как два пальца об асфальт, но на самом деле, чем проще, тем сложнее. Запутать, напридумать много всего и сделать вид, что там больше, чем есть на самом деле, это не так сложно, как сделать просто, понятно, интересно и увлекательно. И вот эти все прекрасные эпитеты — это про эту книжку. Я уже не очень, точнее так, я и не горела особенно. Второй книгой я её купила, я её буду читать, но у меня нет такого, что у меня дотрясучки, мне надо срочно её прочесть. Эти эмоции у меня вызывают другие книжки. Поэтому это скорее был такой профессиональный интерес, нежели действительно я такая, ух, хочу прочитать эту книжку. У нас причём на работе есть несколько человек, которые очень любят эту серию, считают, что действительно Лилия Арден создала потрясающий мир, и ещё в другой серии, в другом цикле другой потрясающий мир, и очень любят, и очень хвалят, и первым делом бегут покупать. Мне кажется, что, так как я знаю, что у меня читательский портфель Янг и Далта сильно побольше, я понимаю, что есть очень много классных альтернатив. Идём дальше. Если честно, Мэгги Энн Мартин. Это, опять же, тут стоит 18+, но это книга для детей. И лет от 12 и выше тут 18+, потому что главная героиня сестра, и она любит девушек. Это всё. Это всё, из-за чего здесь 18+. Я уже читала, мне кажется, ни одну, ни две подобные книжки, они все одинаковые. Там всегда классическая структура, всегда знаешь, чем закончится, что будет в середине, когда только открываешь и видишь первые несколько страниц. Мне нравится, что сейчас модно говорить про помненьких девушек, что они, наконец-то, стали главными героинями, но это абсолютно та же книжка из разряда начала двухтысячных с яркими обложками, где самый лучший любовный роман для девочек. Оно, вот это оно. У Санди и Минон, по-моему, практически идентичные. Прям вот, мне кажется, можно вот так слова сопоставлять, и они будут примерно одинаковыми. Свити, Свити, Свити про Свити. Я ставлю сюда обложку. Один в один. Там тоже полненькая главная героиня. Абсолютно идентичная любовная линия. Они не просто похожи, они одинаковые. Здесь просто жизнь обычного подростка, здесь ничего криминального, сверхъестественного, не происходит. Она быстро читается, она миленькая, прикольненькая, но она вот детская. Дальше. Про детские книжки. Нэнси Хрю, как я ее называю. И еще, наша реликвия, это цикл новых историй, новых расследований о Нэнси Дрю. Если вы не знали, то Нэнси Дрю это... Боже мой, я забыла, как это по-русски называется. Ну, в общем, как появляются серии типа Нэнси Дрю? Есть специальные конторы, куда приходит издательство и говорят, «Здрасте, мы хотим 25 криминальных романов про Мари Дюпо». И они такие, честно клепаем. Проходят три месяца. Они нанимают... И за три месяца они, эта контора нанимает 30 человек, 30 писателей, 30 гострайтеров. Эти 30 гострайтеров пишут небольшого объема книги. Это важно, что они всегда... Это обычно или детективы, или какие-нибудь любовные романы, это всегда маленькие книжки. И они все пишут 30 книжек, и получается, что за три месяца создается огромный массив вот этой новой литературы, серии, где под одним псевдонимом многие авторы пишут примерно одно и то же. Меня очень воодушевляет... Я понимаю, что это может показаться странно, мне очень воодушевляет вообще сама возможность такого. Именно с коммерческой точки зрения это прикольно. Это просто... Это игра для меня. Можно взять и придумать что-то с нуля. Офигенно. Вот эта новая серия, новый цикл, если я не ошибаюсь, он был написан в 90-х. Вот поправьте мне, если я не права. Старый цикл, по-моему, в 60-е. И, конечно же, они отличаются. Здесь уже есть мобильные герои. Он... Ну, это более современная книжка. По содержанию. Это всё примерно одно и то же. Ещё, потому что реликвия прикольная, динамичная книжка. Она мне понравилась больше, чем «Гонка со временем», которую я читала до этого. Это первая, кстати, часть. А та была не первая часть, полувторая. Здесь про кабачки, про кражи, никаких убийств, никакой крови. И даже почти никто не пострадал. Как детская серия, очень классная. Не бойтесь читать только потому, что это было написано специально для коммерческих целей. Под заказ и так далее. Очередные Бриджертоны. Виконт, который любил меня. Джулии Куин. Это вторая часть. Она мне понравилась больше первой. И, как я потом почитала в отзывах, она всем понравилась больше всех остальных частей. И если вы хотите прочитать, попробовать только один исторический любовный роман, «Пусть это будет он, пожалуйста». Вот классный. Главная героиня — старшая сестра. Очень красивая и популярная в обществе девушка. И все гадают, когда же эта девушка, младшая сестра выйдет наконец-то замуж. Какую выгодную партию обеспечит ей общество. А старшая сестра — это такой цербер на пути к красавице. И главный герой, он просто в один момент понимает, что я достиг определенного возраста, мне как бы надоело гулять, мне нужно найти жену. И он начинает охотиться за этой младшей сестрой, старшая встает в позу. Очень хороший представитель от ненависти до любви. Хотя я на самом деле... Мой самый любимый любовный троп — это от дружбы до любви. Вот это мне прям очень нравится. Но вот здесь было так хорошо написано, что за один день можно просто пролететь через эту книжку, чего нельзя сказать об остальных частях, которых мы поговорим, когда я дорасскажу про бумажные книжки, которые у меня в руках. Потому что остальные я слушала в аудио, и вот там меня прям местами калашматило. Продолжаем. Да, у меня действительно практически все. «Рождение дракона» Джули Кагавы. Начну с дисклеймера. Эту книжку сейчас нельзя нигде купить. И продолжение нельзя нигде купить. И на авито я пробовала. И теперь, когда вы знаете об этом, если у вас нет возможности ее купить, то есть вы уже ее не купили, то, наверное, не стоит рыпаться. Может быть, стоит подождать до потиража, если он будет. Но его уже очень давно нет. Я пыталась на авито, но просто это было невозможно. Люди такие, а, все, я уже продала, а, все, я уже продала. И если у вас есть эта книжка, и вы хотите мне отправить, пожалуйста, не надо, я уже перегорела. Но вот просто как для информации. Мне неожиданно понравилось. Я почему-то была уверена, что здесь фэнтези-мир, так как я не читаю аннотации и совсем бум-бум. Я думала, что здесь драконы, значит, там какой-то фэнтези-мир. На самом деле наша реальность, и драконы живут среди нас, драконы выглядят как люди. Они, да, могут превращаться, но мы этого не видим, потому что драконы очень ответственные товарищи. Главная героиня дракониха, у нее есть брат-близнец, и они приезжают в небольшой городок, где около моря, океана, наверное, даже, где они должны провести лето, влиться в людское общество, вообще наслаждаться жизнью и так далее. Но есть охотники на драконов и главный герой как раз из этих. Большую часть книги герои не особенно взаимодействуют, но на самом деле это не отменяет какой-то прелести этого романа. Он очень такой наивный, милый, и тоже, как вот и многие книжки, которые я сегодня, про которые я сегодня рассказала, он такой детский. И если вашему ребенку, там, лет 12 и старше, вот эта серия, которая бы ему очень понравилась, я больше чем уверена. Я очень люблю, когда подростковые серии, в них достаточно много книг, ну там, не знаю, порядка 5-6-7, и чтобы ребенок мог через них, с одной стороны, пролететь, а с другой стороны, чтобы у него была мотивация читать вот такие пухляши. Потому что, когда это динамичные книжки, когда это увлекательные книжки, хочется читать, читать, читать и не читать ничего другого. Поэтому, когда у таких книжек есть продолжение, это очень классно. Когда они не продаются в магазинах, это не очень классно. Так, все, вернулись. Эта книжка мне понравилась гораздо больше, чем, господи, «Железный король», «Железный король», «Железный король», «Железный король» это просто... Она тоже «Железный король», очень детская книжка. Но там, там, во-первых, мой нелюбимый троп, когда это поиск пропавшего брата, мне нужно его найти, поэтому я должна отправиться там в это королевство. Господи, мы видели это 5 триллионов раз. Это даже уже в 2007 году вышло и устарело. Вот здесь было что-то свеженькое, что-то новенькое, есть там тренеры драконов, и они такие издеваются над ними, чтобы они стали более жесткими в мире людей, потому что люди такие твари, они хотят их уничтожить, а люди такие, ммм, драконы, это зло, потому что они уничтожают наши дома, они там могут нас, там, ды-ды-ды, и ты такой, ммм, да, прикольно. Вот для детей сам это классно. Далее. Не для детей. Бумажная принцесса. Когда я впервые показала бумажную принцессу, мне кажется, это было несколько лет назад на канале, то мне некоторые зрители в комментариях написали, что хуя не трогает, просто убери, ты не поняла, что внутри. И так как я читала у Эль Кеннеди, это псевдоним Эль Кеннеди и ее соавтора, много книжек уже к текущему дню, то меня ничем не удивить. И здесь даже было послабее, чем нежели я ожидала, что здесь будет происходить какая-то шесть. Это странноватая история. И я могу понять, почему у нее так много фанатов и обожателей, и одновременно так много просто абсолютнейших хейтеров, которые считают, что это надо сжечь, это худшее, что вообще вышло на бумаге. Я понимаю тех других. Я прочитала ее, наверное, за один день. Она аддиктивная, ты просто перелистываешь странички, это такой любовный романчик про школьников, но у них все по-богатому. Это что-то на богатом? И у них все в драме, и они все воспринимают как вопрос жизни и смерти. Это классно, это классно, когда тебе там 16-17, и ты такой, моя жизнь, это просто сериал. Вот здесь у героини жизнь это просто сериал. Я не читала после Анны Тодд, но, наверное, это примерно что-то такое. Главная героиня работает трептизершей. Ей, по-моему, лет 17, она одна, и она скрывается от органов опеки, потому что она не хочет, чтобы ее забирали, она хочет жить самостоятельно, но ей как-то надо зарабатывать, и поэтому она подделывает подпись родителей, родители у нее умерли, и учится в школе, работает трептизершей, под видом, что ей 30 лет. И тут в один прекрасный день появляется ее опекун, и он такой, ну как бы, пора ко мне. А у него там несколько сыновей, горячих обязательно, у него там куча денег, и главной героине приходится... Ее тут Элла, кстати, Синдерелла, вы понимаете, как бы она золушка. История золушки это то, что всегда продается, всегда, ну как бы киберзолушка возьму, вот всегда продается, эта история жила, шо-шо-шо. И теперь главная героиня, она должна жить вот в этом мире богатых, где они тоже плачут, и у нее тоже будут эти проблемы, которые есть у всех них, и она поймет, что быть бедным это может быть даже и не так уж плохо. У меня уже есть продолжение, Сломленный принц называется, это прямое продолжение, это не цикл про разных героев, здесь одни и те же герои, я так понимаю, что это трилогия, дальше идут какие-то дополнительные материалы. В общем, я с удовольствием прочитаю, что там будет дальше. Так, закончили на хорошем и приступаем к очень хорошему. Я открою свой скрипт и расскажу, что я слушала в аудио. Я обратилась к Кристине Лорен. Это случилось, когда я заболела коронавирусом, и мне было, я очень плохо себя чувствовала, и я понимала, что мне нужна аудиокнига, потому что мне так сильно болела голова, что я даже не могла читать. И я поняла, что мне нужна максимально простая аудиокнига, которая и так мой разжиженный в кашу мозг не превратит вообще в жидкость. И я помнила, что Кристин Лорен — это что-то очень для взрослых. Оказалось, что этот дуэт авторский перешел на ром-комы. И это было непонятно по обложкам. Если бы я это знала, то я бы давно их прочитала. Это я. Российские издания, кстати, тоже не помогают. Я вставлю обложки, но это как бы... Как вы думаете, что внутри? Сильно прилично. Потому что там сильно прилично, на самом деле, оказалось. Там все уходит в темноту, и все вообще мега прилично. Итак, что я прослушала? The Soulmate Equation — это как уравнение родственных душ. Офигенная книжка. Мне очень понравилось, что у Кристин Лорен... Я буду говорить про нее в единственном... Давайте в единственном числе. Что у нее практически во всех книжках герои относятся к математике, к науке, вообще какие-то технари, и в том числе женщины, какие-то ученые, научные сотрудники. Вот у них все, у нее все про это. И поэтому было особенно классно видеть Ромком именно на таком фоне. Вообще каком-то университетском или научном. Soulmate Equation — это про девушку, которая каждый день ходит в кафе и видит там молодого человека, который ей очень-очень нравится. И потом оказывается, что это владелец компании, который по твоему образцу крови, по-моему... Да, по моему образцу крови подбирает тебе пару на генетическом уровне. И у них есть разные виды пар. Там, не знаю, 40%, 50% считается уже круто, 60%. И у них там была, по-моему, одна или две пары 90%. И когда она, главная героиня, сдает чисто по фану, я бы сказала, сдает кровь, оказывается, что у нее мэч вот как раз с этим чуваком из кафе на там, по-моему, 98%. Какая-то сумасшедшая цифра. И для паблисти, как по-русски, и для хорошей прессы она начинает с ним... Ну, не то чтобы встречаться, они ходят на несколько свиданий, и они действительно считают, что им нужно попробовать даже не отношения, а вот просто как-то посмотреть, что из этого получится. Очень прикольно, и идея классная. Then Honeymooners вышла на русском. Будет фильм. Эх, мне даже, наверное, она понравилась еще больше. Она у нас по-русски называется «Не молодожены». Главная героиня — полнейший лох. А ее сестра-близнец — везунчик по жизни. Ей все достается бесплатно, она все делает просто на высоте, у нее все возможности, все перед ней. Главной героине не получается ничего. Вот если что-то может произойти плохое, оно произойдет именно с ней. И когда сестра вот эта удачливая главной героиня выходит замуж, она выигрывает все. То есть там у нее бесплатное платье, бесплатный букет, у нее этот тур бесплатный для молодоженов, она тоже где-то выиграла. И фуршет. И на этом фуршете травятся все гости, кроме главной героини, главного героя, главная героиня, потому что у нее аллергия, полная на морепродукты, а главный герой, потому что она считает, что фуршета — это антисанитария. Кому приходится лететь на этот медовый месяц, потому что он невозвратный? Нашим главным героям. Это очень прикольно, это совершенно не пошло. Весело, задорно, быстренько. И это вот действительно те ром-комы 90-х, по которым я очень, если честно, скучаю. Мне кажется, я сейчас такого практически не снимаю. Это все просто 100 из 10. My favorite half-night stand. Я не уверена, что вышло на русском, но как мой любимый... Как по-русски half-night stand? Как это по-русски? Вот этот fabric, вы понимаете? Смотри, какой fabric. Ну, в общем, это чувак, с которым ты провел ночь, и больше у тебя нет отношений. Я не знаю, как по-русски. Научное сообщество. Университет, преподаватели, и главная героиня дружит с другими преподавателями. И, в частности, у нее там есть друг, который ей очень нравится. И вот она с ним проводит ночь, и дальше непонятно, что им делать. А еще у них есть спор, что они найдут себе каждый... Ну, как не спор, договоренно, что они найдут каждый сам себе пару через мобильное приложение, и... Потому что они все одинокие, и что они, ложки, что ли? И главная героиня прикидывается другим человеком, чтобы общаться вот с этим парнем, с которым она провела ночь. Очень классно. Что еще? Слушайте, это по ходу все. Я прочитала, прослушала три книжки Кристины Лорен. У меня здесь очень много всего сохранено. У меня бывают запойные приступы, когда я слушаю очень много аудиокниг, а потом долго ничего не слушаю, но при этом оплата у меня всегда списывается. Поэтому я считаю, что я как-то, ну, более-менее вдоль похожу, выгодно этим пользоваться. Спасибо, что посмотрели это видео. Если вы читали, а вы наверняка читали, ну, хотя бы одну из книжек, про которую я сегодня рассказывала, тем более, что здесь были, ну, достаточно и популярные экземпляры, то, пожалуйста, расскажите, поделитесь своим мнением, обсудим в комментариях, что вам понравилось, не понравилось. Дискуссия абсолютно свободная и открытая, никого ни за что не осуждаем, но тоже надо помнить про вежливость. Я всегда ваше. Пока. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Фондю любит тебя! Субтитры сделал DimaTorzok А.Кулакова Продолжение следует...